Добрый день, это Актуальное интервью. Меня зовут Владимир Кайрис, а в гостях, как обычно, по традиции, интересный человек, к которому можно обратить множество вопросов от жителей Калининградской области. Самый главный человек в регионе на почте России Сергей Аронов сегодня у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Вот по вашему мнению, существуют ли сегодня какие-то проблемы с отправкой почты, посылок в Калининградской области? На самом деле, да, совсем недавно произошли изменения 16-й федеральный закон об особой экономической зоне. Отдельным законом, 84-м федеральным законом они были утверждены, поэтому немножко поменялся порядок приема посылок, об этом, наверное, мы чуть позже поговорим. Да, мы наблюдаем определенный рост объемов, но каких-то сложностей, затруднений с приемом, с отправкой посылок нет, хотя мы работаем с качественным увеличением объема посылок год в году по сравнению с тем, что было в прошлом году в апреле, да, то есть, ну, к этой нагрузке готовы, успешно с ней справляемся. А чем объясняется увеличение? Это люди отсылают друг к другу какие-то банки, закатки вязанные, какие-то вещи вязанные, или это Озон, Вайлдберрис, какая-то подобная история? Для нас рост ежегодный, год к году, количество посылок это достаточно обычное явление, да, мы, как правило, 15-20 процентов, если сравнивать наши годовые показатели, прирастаем, а в какой-то месяц больше, в какой-то меньше, да, в апреле достаточно существенный рост. Мы наблюдаем 23-го года по сравнению с апрельем 22-го, да, с одной стороны, мы понимаем, что есть тенденция по развитию электронной коммерции, электронной торговли, да, ну, и в целом, наши услуги востребованы у населения, у юридических лиц, поэтому здесь мы стараемся соответствовать тем требованиям, которые к нам предъявляют, предоставлять качественную услугу. Значительные инвестиции мы проводим в качестве логистики, да, поэтому доверием граждан, наверное, это все оправдается. Совсем недавно был запущен вагон из Санкт-Петербурга в Калининград. Каковы результаты его работы с момента запуска? Ну, скажем так, они превзошли все ожидания. Если мы начинали с одного вагона в неделю, то сейчас два вагона в неделю, мы понимаем, что, наверное, по мере роста нагрузки, может быть, и будем рассматривать возможность увеличения количества курсированных вагонов на маршруте Калининград-Санкт-Петербург-Санкт-Петербург-Калининград. До целого состава можно увеличить? Нет, до состава не получится, потому что есть определенные ограничения по количеству вагонов в пассажирском составе, поэтому здесь мы, к сожалению... То есть этот вагон, как обычно, цепляется к составу, который ездит с людьми из Калининграда в Питер. Те поезды, да, в составе пассажирского вагона, но периодичность курсирована, если у нас по маршруту Калининград-Москва, это ежедневно у нас почтовый вагон в составе поезда, то в Санкт-Петербургском поезде это два раза в неделю, но еще раз повторю, все будет зависеть от спроса на наши услуги, если он будет расти здесь, естественно, будем прорабатывать совместно с АОРЖД. Вот вы говорите, что тенденции такие, что спрос растет, как и количество, собственно. А хватает ли сотрудников сегодня на почте, и как оплачивается их труд? Конкурентные ли сегодня зарплаты? Здесь мы всегда гибко подходим к этому вопросу, если мы видим, что растут объемы, естественно, мы принимаем дополнительных сотрудников. Большой дополнительный найм мы в ноябре-декабре 2022 года проводили, соответственно. По тому предложению по заработной плате, которое было у нас, буквально по 2-3 кандидата на каждую вакансию были, мы очень быстро и вакансии, которые выставляли, быстро укомплектовали, еще были у нас в резерве люди, которые хотели. Ну и поэтому с учетом текущести, кто-то уходил, мы из этого резерва людей приглашали, и какого-то дефицита в подборе персонала у нас не просматривается. Ну и дефицита работников сегодня нет. Если они, допустим, приходишь в отделение, они говорят, этой посылки у нас нет, потому что она где-то застряла. Это связано с тем, что работать некому? Ну, так вот бывает, говорят. С учетом того объема посылок, которые мы обрабатываем, это на самом деле миллионы посылок в год, и это только УФПС Калининградской области, о масштабах всей страны не говорят. Бывают какие-то ситуации, когда какой-то брак произошел, оторвался и рвы, посылка повреждена. Ее ручную ищут. Да, то есть там возникают определенные инциденты, но это десятые, может быть, сотые или даже тысячные доли процентов на этот брак. Каждый этот случай становится достоянием социальных сетей, и потом это все перетирается в самых больших пабликах. Меня не может не радовать, что почта таким вниманием у жителей пользуется, и то, что происходит с нами, оно вызывает всегда самый живой интерес. Ну и самое интересное, подробнее расскажите о новых правилах отправки посылок из Калининграда. Что такое опись вложений? Как правильно ее заполнять? Опись вложений – это отдельная услуга. Мы когда сейчас о новых правилах отправки говорим, здесь больше даже, наверное, название – это документ список, да, того, что находится внутри посылки. Потому что опись – это платная услуга, которая более широкий набор функций себя включает, нежели чем этот список. На нас, федеральным законом 84 ФЗ переналожена обязанность контролировать при приемной посылке, чтобы прикладывалось к посылке вот этот список, в котором должно быть указано то, что лежит посылка. Наименование, марка, если это какого-то производства, да, не человек сам изготовил, да, где-то приобрел, да, вот указывает, не знаю. Утюг такой-то марки, да, отправляю весом таким-то, цена такая. Утюг такой-то марки, если это бабушка, которая связала носок своему внуку где-то в Москве и кладет его в посылку. Вот она должна тоже таким-то образом написать. Почему она не заполняет? Это про отправку из Калининградской области. Нет, я имею в виду, здесь живет бабушка, а внук-то в Москве уже давно живет, как это обычно бывает. Ну, он пишет носок вязанный, да, весом 100 граммов, да, там, цена 10 рублей. То есть это не такая история, как на таможне растаможка, да, когда нужно каждый комплектующий. Это как раз связано с нашим взаимодействием с федеральной таможенной службой, да, то есть поскольку, опять-таки, Калининградская область особая экономическая зона, поэтому элемент таможенного контроля при отправке посылок, он присутствует. И для того, чтобы инспектор необоснованно не задерживал посылку, не возвращал ее обратно отправить, как раз этот список и внедрен федеральным законодательством, чтобы уменьшить количество случаев, когда готовится уведомление о таможенном возврате, да, чтобы сократить количество таких инцидентов. И как раз нужен список, чтобы инспектору было понятно, когда он процедуру таможенного оформления, таможенного контроля производит. Так, ну, со списком уже стало понятно, чуть-чуть, но понятно. А что такое опись вложений, вы говорите, это совсем многая история. Опись вложения, да, это отдельная услуга, как опись вложения, так и объявленная ценность, например, тоже схожая с ней услуга. Это услуга, которая позволяет дополнительно защитить себя от каких-то рисков при пересылке посылки, ее там повреждения, там, если что-то ценное, хрупкое лежит внутри, да, то есть можно либо описать ее вложениях, то есть сотрудник почтового отделения, он проверяет, удостоверяется, что там заявленная в этой опись действительно лежит в посылке, ставит свою подпись, то есть на печать отделения эта подпись помещается внутри посылки, и, соответственно, если что-то вдруг происходит, когда получатель получает, что, дай бог, не хватает или там повреждено, да, соответственно, мы уже несем финансовую ответственность дополнительно в связи с оказанием данной услуги. Точно так же и объявленная ценность, это, например, человек может указать объявленную ценность на посылке, там, 10, 20, 50 тысяч рублей, если что-то с ней происходит, ну, так, своеобразная страховка, да, то есть страхует свою посылку на эту сумму, если что-то с ней произойдет незапланированно. Сергей Аронов, директор филиала АО «Почта России» в Калининградской области в студии на «Радио Балтик Плюс». Меня зовут Владимир Кайрис, всем здравствуйте. В первой части интервью мы говорили о нововведениях. Как тяжелее или сложнее стало отправлять посылку из Калининградской области? Из диалога стало ясно, что путь посылки из Калининграда в Москву, к примеру, да, составляет около трех дней. Обратно столько же, рассказывал Сергей. Существует ли проблема со вскрытием посылок сегодня на почте? И как они решаются, если такое все-таки происходит? В любом случае, да, мы говорим, уже в ходе нашего диалога говорили, что, когда мы оперируем цифрами в миллионы, да, какие-то бывают единичные случаи эксцесса, да, мы, как правило, каждый случай отдельно разбираем, проводится проверка, соответственно, связываемся с клиентом. Если действительно там по нашей вине что-то произошло, компенсация выплачивается, ну, еще раз подчеркну, дополнительно можно свои риски клиенту застраховать при помощи наших услуг, ну, застраховать косвенно, да, воспользуясь каким-то дополнительным сервисом, или объявленная ценность, или опись вложения. Что-то ценное отправляет, и ценное, хрупкое, важное для вас переживает, вот, можно пополам написать. Опись вложения. Опись вложения, именно таким образом. Опись вложения, или объявленная ценность, да, вот, это все ваши риски с ними. И еще такой вопрос. Есть ли планы по ремонту почтовых отделений в регионе на сегодняшний день? В целом, Почта России у нас сейчас сосредоточена, в первую очередь, на ремонте сельских отделений. В Калининградской области мы уже завершаем ремонт пяти отделений почтовой связи именно сельских отделений. Мы их откроем после ремонта, это за счет собственных средств Почта России делается. И в 2023 году запланировано к ремонту еще 11 отделений за счет средств идеального бюджета. Мы буквально в стадии завершения процедуры торгов публичных в течение мая заключим договоры с подрядчиками, все эти работы в течение 2023 года выполнены. А есть ли цифра, сколько всего в регионе сегодня таких отделений, которые нуждаются в ремонте, или вот стоят в очереди на ремонт? В 2024-2025 годах мы планируем еще порядка 40 отделений сельских отремонтировать, в том числе ряд отделений мы, наверное, построим заново, потому что есть такие ситуации, когда почтовое отделение находится в здании, которое либо уже оставляет желать лучшего, мы там одни остались, других соседей у нас нет, здание достаточно большое, мы там занимаем 50-100 квадратных метров, и здесь нецелесообразно уже делать ремонт, мы будем строить новое отдельно стоящее помещение, где будем оказывать услуги задачи на 2024-2025 годы. Самостоятельно, это, конечно, заявка. Ну, эту работу мы совместно с муниципалитетами проводим, да, сейчас мы занимаемся подготовкой земельных участков, их межевание, получение этих условий, да, то есть там большой объем работы предстоит, но задача до конца 2025 года, чтобы все сельские отделения и в Калининградской области, и по всей стране были отремонтированы, ну, не просто текущий ремонт, либо капремонт, либо построенные новые здания, то есть уже там на годы, на десятилетия, чтобы качественные услуги предоставлялись и жителям сельской местности. Ну, вот в самом начале интервью вы мне рассказали о том, что ежегодно примерно на 10-15% объем посылок на почте увеличивается, а какие вообще планы по ценообразованию? Будут ли посылки подниматься в цене, или это уже произошло? Здесь все гибко зависит, на самом деле посылка достаточно такое обобщенное понятие, у нас продуктовой линейки десятки, ну, порядка, несколько десятков продуктов, да, то есть здесь и курьерская доставка, и есть продукты для юридических лиц, в том числе крупных юридических лиц здесь, поэтому политика диверсифицированная достаточно, в зависимости от, опять-таки, спроса на наши услуги, от наших возможностей, от себестоимости, опять-таки, я бы так сказал, что от 20 рублей, если мы там говорим о каких-то отдельных видах, крупногабаритных почтовых отправлений, и может, там, до 150, там, 200-250 рублей за килограмм обходиться, либо, если это какое-то небольшое вложение, там вообще о килограмме речь не идет, но если вы, например, отправили нашим продуктом, там, ЕМС, да, курьерская доставка, там, весом 20 граммов какой-то почтовой отправлений, можно назвать посылку, но в любом случае, там, курьер приедет, у вас ее заберет, в любой точке страны курьер приедет, вручит, да, то есть полетит самолетом, здесь, наверное, термин уже не про килограмм, но в любом случае, это, там, цифры, измеряемые в сотнях рублей, там даже не о тысячах рублей идет, если, например, вы отправите такое отправление в Москву, это порядка 500, там, 700 рублей, в зависимости от веса будет стоить, ну, если, там, 30 килограмм отправить, ну, это, там, порядка 3-4 тысяч рублей будет стоить, все здесь достаточно гибко и многообразно, там, целый тарифный справочник. Нет, ну, вы сказали 500-600 рублей, в принципе, это достаточно демократично, хотя, ну, средняя, средняя цена, вот, совсем недавно считали, средняя цена одного почтового отправления, с которым мы работаем, ну, именно, там, посылки, курьерская доставка, 700 рублей. А как вы оцениваете на сегодняшний день силы ваших конкурентов, и вообще, есть ли они, по вашему мнению, у вас сегодня, ну, в регионе хотя бы? Мы в любом случае, с точки зрения логистики, конкурируем с огромным количеством компаний логистических, да, здесь очень важно, да, понимать, есть специфика, когда мы говорим почта, да, то есть почта, она предполагает наличие почтовой лицензии, да, и, соответственно, определенные права и гарантии в отношении вложения, да, то есть, если мы говорим груз, ну, это в первую очередь в таможенном оформлении, да, то есть почтовую посылку физического лица, ее, с точки зрения даже самой процедуры таможенного контроля, она не может скрываться, не может предоставляться в этом виде, если речь идет о грузе, то здесь уже там другие совсем правила контроля, поэтому, с точки зрения именно, если мы говорим про логистику, и перемещение чего-то из пункта А в пункт Б, ее можно как отправить в почту, так и в этой логистической компании здесь, поэтому любая, по сути, компания, которая перевозкой сборных грузов занимается, в том либо ином виде конкурирует с нами. Ну, с детства все помнят только одну, Почту России. Ну, если вы помните тот мультфильм, там очень подробно, соответственно, был рассказ от Кота Матроскина, в чем там Бандероль отличается от посылки, и чем занимается. Именно про этот мультик, почему мы помним с детства, на самом деле. А у нас в гостях был сегодня директор филиала АО «Почта России» в Калининградской области Сергей Аронов. Всем спасибо за внимание, удачного вечера. Продолжение следует...